Вы знаете, мне очень тяжело выступать сегодня, потому что, с одной стороны, все замечательные идеологемы прописаны были еще в 2002 году мною в статье «Новый Дальний Восток» и «Новая Дальневосточная политика», где речь шла о приоритетности. Я очень рад, что два года назад президент поддержал, по сути, то, что я продвигал в течение 15 лет. И это все есть публикации в книжках, они есть в интернете. И поэтому, безусловно, даже нет, на мой взгляд, необходимости кого-то агитировать или обсуждать, с одной стороны, что Дальний Восток, это действительно наше все, без превращения Дальнего Востока России в центр мирового развития, то есть именно в образцово, так сказать, показательную территорию, у России в целом нет будущего. Вот центральный тезис, который я провожу 15 лет. С другой стороны, к сожалению, за эти 15 лет все мероприятия, которые были, за исключением, пожалуй, 20 декабря 2006 года, подготовленный полпредом тогда Исхаковым Совет Безопасности, который принял все фундаментальные решения, реализующие сегодня, в том числе тогда было заложено и создание Минвостока развития и так далее. К сожалению, ни одного серьезного решения за эти годы до сегодняшнего дня, вот буквально до сегодняшнего дня, ни одного серьезного решения принято не было. И мне тяжело говорить, потому что я считаю не просто бесполезной вот эту вот популистскую, абсолютно вычурную, неадекватную, на мой взгляд, идею и так далее. Мне очень обидно, что она обсуждается на самом высоком государственном уровне. Я сейчас поясню, почему я так думаю. Но я считаю ее и преступной, поскольку преступной не в том, что гектара там не раздадут. Через 5 лет никто не ответит за то, что приедет 20 человек, и они же уедут, или там 2000 приедет, и 2000 отдаст гектар, или как-то еще и так далее. Никто за это не ответит, уже никого не будет на этих должностях. Но вопрос-то останется в другом, а почему не были сделаны самые необходимые меры? А что, в чем разница? Ну, представьте, вот я с самого начала, когда я сначала просто, когда в кулуарах, так сказать, слушал эту идею, я думаю, это шутки. Но когда она уже официально звучала, и на одном из телеканалов я подумал, как объяснить наиболее просто. Что такое гектар земли? Ну, представьте, даже я около Москвы кому-то из вас дам гектар земли. Мне посмотреть хотелось бы, даже без налогов, что вы с ним будете делать, если он, допустим, даже в 30 километрах от Москвы. Ну, продать потом. Продать здесь запрещено. Потому что это огромные расходы, это огромные требования к инфраструктуре, это необходимость огромных инвестиций. Поэтому я сравнил с самого начала, сравнил этот гектар, который якобы государство дарит дальневосточнику и желающему переехать, я сравнил с ободом колеса от Феррари. То есть, говорят, вот тебе обод колеса от Феррари, остальное сам докупишь, дорогой наш российский гражданин, и дальневосточник, и недалевосточник. Там осталось немного. Конечно, ты не получишь землю, которая инфраструктурно обустроена. Потому что никто тебе около Хабаровска или Благовещенской земли, которая имеет колоссальную рыночную стоимость, и которой подведены мощности электрические, тебе, естественно, никто не даст, потому что она вся в частной собственности. А там вот где-нибудь на плато Путоран под Норильском или, соответственно, в Тукурингерском, так сказать, хребте, где фактически только одни бродят дикие звери, нет проблемы, бери гектар. Магаданский губернатор сразу отрапортовал президенту, что он готов выделить по пять. Магаданская область, напомню, это область, где население сократилось за последние 25 лет в четыре раза. И стоят пустые квартиры, берите бесплатно, поезжайте, берите в Магадане пустую квартиру, не проблема. Поэтому вопрос-то заключается, что государство должно делать, как ответственное государство, и что оно не должно делать. Оно не должно заниматься популизмом, раздачей гектаров, даже если кто-то возьмет, потому что это ни к чему не связано. Сегодня земля не является лимитирующим фактором, ограничивающим фактором для чего-либо на Дальнем Востоке. Тем более, что вся более-менее приличная земля давно уже находится, еще раз повторяю, в частной собственности. Лимитирующим фактором являются производительные силы, занятость, рабочие места. То есть вместо того, чтобы создавать предприятия, вместо того, чтобы создавать, соответственно, системы, где люди могут заработать достойно и купить потом дом и так далее, и тому подобное, то государство собирается раздавать эти гектары. На мой взгляд, еще раз повторяю, это преступное действие, еще раз повторяю, потому что не делаются необходимые решения, не создается инфраструктура, а под лозунгами свободы, о том, что государство щедро раздает эти замечательные гектары и так далее, по сути, профанируется вся дальневосточная политика и приоритеты президента. Вот здесь, уважаемый депутат, напомнил про 25 миллионов рабочих мест, уважаемый сенатор, да, извините, да, значит, напомнил про 25 миллионов новых рабочих мест, которые с подачи деловой России президент Путин 4 года назад заявил. Я вам хочу доложить, я вам хочу доложить, что у нас на 500 и более тысяч рабочих мест снизилось за это время. И какой кризисе мы находимся, вы все знаете. Поэтому одно дело популистские всякого рода заявления, и в том числе то, которое уже проводит в данном случае Минвостокразвитие, и которые вышли на уровень закона, а другое дело реальная деятельность по развитию страны. Мы все сидим на игле, на этом долларе, на рубле, не создаются производительные силы. На Дальнем Востоке все в сто раз тяжелее, чем в центральных районах. Но у нас центральные районы в депрессивном состоянии. Поэтому, безусловно, на мой взгляд, я, к сожалению, пытался года полтора спорить с Минвостокразвитие, как-то рассказывать про стратегию, что надо делать, и то, что надо города делать, где люди могли бы и работу получать, и нормальную инфраструктуру жизни. Новые молодежные города. Но это не воспринимается, воспринимается гектар. Еще раз повторяю, это вот колесо от Феррари, остальное пусть докупают дорогие, с мерами поддержки замечательными и так далее. Значит, и последний момент. Мне кажется, да, и по поводу городов, вот последний момент. Ведь на самом деле мы посмотрим, вот смотрите, вот космодром Восточный, при нем Наукоград, который гениально назвал Владимир Владимирович Путин, Циолковский. Пожалуйста. Вот я продвигаю, по сути, 10 лет молодежную космическую столицу. Давайте туда молодежь переселим. Там есть деньги, там есть и гектары, там уже здания, квартиры строятся, пустые стоят. Потому что никто не знает, кто туда поедет и зачем. Понимаете? Пожалуйста, вместо того, чтобы сконцентрировать молодежный ресурс в направлениях развития страны, построить молодежный город Наукоград-Циолковский, вместо этого все строят, осваивают деньги, раздают гектары, ничего не возникает. У нас есть на Дальнем Востоке еще несколько точек блестящих, тот же Хасанский район. Там биоэкополис с выходом на порт Зарубино и так далее. Там прекрасные биоресурсы, которые сегодня контрабанно разворовываются. Можно создать прекрасный, примерно на 100 тысяч, новый молодежный город с выдающимся передовой биотехнологией. Никто не занимается. А раздавать гектары, раздавать гектары, это да, это замечательно. Это действительно, это я бы так сказал, что Минвостокразвития сделал руководство страны заложниками сектанта Мегре, который в своих брошюрках призывает всем раздать по гектару и спасти страну. Возникает только вопрос, кто в этот гектар будет вкладываться, и почему мы вместо реальной инфраструктуры, реальных производительных сил, реальных молодежных городов занимаемся вот такой показухой. Спасибо. Юрий Васильевич, а можно такой вопрос уточнения? Какие, на Ваш взгляд, наверное, три шага ключевых по развитию Дальнего Востока? Что бы Вы предложили? Ну, прежде всего, нам необходимо, чтобы Дальний Восток стал приоритетом, как президент сказал. Для этого надо перенести туда точки роста и развития страны. Пока космос будет непонятно где валяндаться, а не на космодроме восточном с самыми талантливыми молодыми ребятами, как мы будем говорить, приоритет. Ну и что? Не под Москвой нет космоса, космическая деятельность стремительно деградирует. Не там нету космоса. Ну и что? Чем он приоритет? Поэтому первое – это точки, вплоть до переноса столицы страны на Дальний Восток. Без этого, как я говорю, без того, что президент Путин или следующий президент, утром вставая, смотрит на речку Амур, смотрит на город Хэйхэ, например, в Болговещенске, который за, соответственно, 25 лет до 2 миллионов дорос, и северо-восточный Китай, Дунбэй превратился из самого затрапезного региона в один из передовых, смотрит и удивляет, и думает, а как сделать в России? Как сделать в России? Второй шаг – это, соответственно, сделать города, это сделать города, они, точки, я вот две назвал, это Циолковский, это Белый Экополис, Хасан-2, это города, соответственно, на будущем мостовом переходе, соединение с Сахалином и так далее. Таких городов, только тех, которые просто очевидно вопиют, и надо молодежь и оставлять, и привлекать на Дальнем Востоке, около десятка. И, наконец, третий шаг, самый главный, это, соответственно, поменять всю экономическую модель. Потому что, если мы будем все поддержкой заниматься государством, под неких бизнесов, которые якобы все будут делать, ничего не будет. Государство должно стать создателем новых передовых производительных сил, новых индустрий, новых миллионов рабочих мест, не на словах, а на деле. И это третий шаг. И в этом плане я считаю, что время для стратегии развития Дальнего Востока приходит, но пока еще не пришло. Очень жалко, что теряются столь дорогие годы. Добрый день, Артем Близенов, Интерфакс. Вы знаете, такой вопрос есть. А сколько вы предполагаете гектаров земли все-таки возьмут в течение года, как заработает программа? Еще интересно, конечно, где эта земля будет браться, пользоваться спросом, да, наиболее концентрировано. И что вот люди все-таки будут делать с ней? Жилье строить или сельское хозяйство развивать? Ну, как-то вот примерно процентное соотношение, какие-то прогнозы же есть у вас. И поступали ли какие-то, может быть, уже интересные вещи, но вот комплексное освоение, какие-то, может быть, крупные там проекты кто-то хочет делать, какие-то объединения. Спасибо. А можно я добавлю? Пробурит и нефть найдет. Чья депута там будет? Или другие, по-моему. Это совершенно верно. Совершенно верно. Нет, нет, вопрос хороший, на самом деле. Кстати, в том плане, что единственный, кто дал поправки на эту тему, это Якутия, как родовые угодья и коренные малочисленные народы, так с точки зрения нет. Потому что этот вопрос, на самом деле, встанет. Но это отдельный момент, абсолютно, на мой взгляд, законный. Я хочу вот просто все-таки подчеркнуть, вот когда уважаемые представители министерства говорят, что пока цифр нет и так далее, посещаемость портала и прочее, да, значит, вот я сразу вспоминаю, чем отличаются постановления Совмина СССР от постановления правительства Российской Федерации. В Совмине СССР стояла цифра, год и ответственный. В постановлении правительства Российской Федерации это отсутствует за, очевидно, ненадобностью. Поэтому, когда через пять лет, я говорю, пройдет, то вот давайте просто представим, давайте я предлагаю клуб такой через пять лет собрать, вот кто здесь присутствует, и мы дальше концов не найдем. То есть все это закончится, будет уже что-то новое, интересное, веселое, портал новый будет и не один, и так далее. Вот это вот, мне кажется, очень разительно ответственность. Я хотел бы сказать, все-таки, понимаете, вот это очень горькая вещь, ситуация. Целина за шесть лет, за шесть лет Целины, Советский Союз поднял 42 миллиона гектар земли. Представляете, какая мощь? За полгода начала войны полтора тысячи крупных предприятий было перебазировано с запада на восток, для того, чтобы они не попали на оккупированные территории и стали работать сходу. То есть государство занималось государственным делом, давая людям работу, обеспечивая обороноспособность и так далее. Сейчас государство занимается тем, чем должны заниматься пиарные конторы, и очень горько, что не занимается своими прямыми обязанностями. В уголовном кодексе это называется халатностью. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...